Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано «проклят всяк, висящий на древе». Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Аллилуйя! Аллилуйя! Слава тебе, Господь! Драгоценный Дух Святой! Приди! Наполни! Приди! Наполни! О, мой Бог! Аллилуйя! Аллилуйя! Дух Святой, сегодня сверши Твою великую работу, сверши, Дух Святой! Сегодня прикоснись Твоим прикосновениям, прикоснись к каждому. Господь мой, прикоснись сегодня, сегодня, сегодня Бог переводит Тебя на новый уровень. Он переводит Тебя на новый уровень, Дух Святой. Его прикосновения, Его помазания, помазания, помазания прикасается. Помазания прикасается к Тебе, к Твоей жизни, чтобы перевести Тебя, перевести Тебя. И перевести Тебя тьмы к свету, перевести Тебя от того уровня, где Ты. Перевести Тебя к новому уровню, чтобы в Твоей жизни прославился Иисус. Чтобы в Твоей жизни прославился воскресший Христос. Помазания, 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 помазания. Оно находит Тебя там, где Ты. Оно находит Тебя там, в Твоей комнате. Оно находит Тебя в Твоем офисе. Оно находит Тебя в Твоей машине. Оно находит Тебя, где бы Ты ни был. Оно находит Тебя в больничной палате, в тюремной камере. Оно находит Тебя. Помазания находит Тебя, где бы Ты ни был. Оно находит Тебя сейчас, и касается Тебя. а ты можешь чувствовать, как это помазание, оно движется по твоему телу, как оно поднимается, как оно прикасается к твоей душе, как оно прикасается к тебе. Есть люди, которые начинают плакать. Начинают сейчас плакать, потому что сила Духа Святого прикасается к вам. И вы переживаете прямо невероятное сокрушение внутри. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Бог мой, во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа, Дух Святой драгоценный, во имя Иисуса Христа. От помазания сегодня распадается всякое ярмо. Дух Святой, я молю тебя, о, прикоснись, 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 прикоснись к твоей силой. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. О, мой Господь, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Сила твоего, Дух Святой, из твоего присутствия выходит твое помасание, выходит твоя сила. И сейчас прикасается там, где хроническая болезнь, хронические болезни, сейчас прямо разрушаются силой Святого Духа во имя Иисуса Христа. Силой Святого Духа разрушаются хронические болезни. Прямо сейчас, в этот момент. Хронические болезни. Подложите руку на больное место прямо сейчас. Болезнь, которая была хронической, которая не уходила годы, прямо сейчас помазание Святого Духа прикасается к вашему телу, прикасается к вашей болезни, и болезнь исчезает. Болезнь исчезает. Сегодня исцеление приходит в твое тело. Чудо приходит в твое тело. Хронической болезни больше нет. Хронической болезни больше нет. У кого-то прямо сейчас обмен веществ был восстановлен. Прямо сейчас нормализован. Дух Святой, спасибо тебе. Аллилуйя. Помазание прикасается. И когда касается помазание, вы получаете исцеление. Независимо от того, какая была болезнь. Для Бога нет тяжелых болезней. Для Бога нет тяжелых болезней. Сегодня, друзья, мы капитулируем перед Ним. Мы капитулируем перед Великим Богом, перед Духом Святым, Который творит чудеса, который сегодня спасает нас от болезней, который спасает нас сегодня от всякой депрессии, от всякого давления. Дух Святой, единственный, приносящий радость, приносящий тебе победу, приносящий тебе новую жизнь, приносящий тебе счастье. Дух Святой – это свет, это Бог, который сейчас на земле. И прямо сейчас происходят чудеса. Я вижу, как Бог убирает депрессию сейчас, убирает некая тьма внутри. Есть парень, у которого эта тьма внутри, и прямо сейчас эта тьма, она контролировала тебя, но прямо сейчас Дух Святой убрал эту тьму. И сейчас светом наполнилась твоя душа. Светом наполнилась твоя душа. Прямо сейчас Дух Святой свершает эту работу. Прямо сейчас есть молодой человек, служитель. И прямо сейчас Господь освобождает тебя от бремени. И это бремя, которое было в твоей душе, это как тягарь, который тянул тебя вниз. Сомнения терзали тебя прямо сейчас. Господь дает тебе победу. Господь, Дух Святой, касается тебя, и Он дает тебе победу. Он дарует тебе победу. Это победа от Него. Прямо сейчас принимай эту победу. Принимай эту победу. Принимай эту победу. Халлилуйя! 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 О, Дух Святой, спасибо тебе! Спасибо тебе! Спасибо тебе. От помазания распадается всякое ермо. От помазания сейчас уходят болезни. Уходят болезни. Прямо сейчас я выступаю против рака. Я говорю, злой дух рака, убирайся вон. Прямо сейчас я разрушаю родовое проклятие рака. Именем Иисуса Христа я разрушаю родовое проклятие рака. Во имя Иисуса я приказываю тебе, дьявол, убирайся вон. Убирайся вон. Оставь тело прямо сейчас. Прямо сейчас разрушено родовое проклятие рака. По роду шел этот злой дух, этот демон, эта болезнь. И прямо сейчас я разрушаю именем Иисуса. Помазание прямо сейчас коснулось тебя. Коснулось тебя. Я говорю кому-то, у кого был рак, коснулось тебя. Ты исцелен прямо сейчас. Я говорю кому-то, ты исцелена прямо сейчас. Каждый раз, когда я разрушаю родовое проклятие, каждый раз Бог приходит и исцеляет больных. Каждый раз проклятие разрушено. Именем Иисуса Христа, именем Иисуса Христа, именем Иисуса Христа, во имя Иисуса, во имя Иисуса. Прямо сейчас я вижу ребенка, мальчика, эпилепсия. Прямо сейчас этот злой дух отступил. Этот злой дух отступил от него, именем Иисуса. Прямо сейчас он исцелен. Вы молитесь за своего сына, прямо сейчас примите это исцеление. Это исцеление для вашего сына. Прямо сейчас он исцелен от этого недуга, от этой болезни. Аллилуйя, помазание, помазание, помазание. Аллилуйя, 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 друзья, помазание Святого Духа сейчас действует там, где вы находитесь. Оно действует. О, Боже, я благодарю Тебя. Оно действует. Когда Иисус ходил по земле, женщина пришла к Нему, серафикиниянка, и кричала. И она просила исцелить ее дочь, которая была одержима демоном. Иисус сказал ей, иди, вера твоя спасла тебя. И в этот момент дочь была освобождена дома. Дома. Дочь не молилась. Дочь не была на этом служении. Но она была исцелена по вере матери. Прямо сейчас я знаю, что Дух Святой исцеляет по вашей вере. Исцеляет ваших детей. Он исцеляет ваших близких. Он освобождает. Аллилуйя. Сейчас Дух Святой это делает. Сейчас Дух Святой это делает. Аллилуйя. И это чудо великое. Прямо сейчас, друзья, помазание, оно реально. Помазание – это реальная сила Божья, друзья. Помазание – это реальная сила Божья. Это реальная сила Божья. Это реальная сила Божья. Это реальная сила Божья, которая прямо сейчас движется. У кого-то левая нога, кости прямо сейчас были исцелены. Исцеление кости прямо сейчас. На левой ноге прямо сейчас. Во имя Иисуса будьте исцелены. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Я говорю сейчас, есть человек, который получает исцеление в кишечнике. Мужчина, будьте исцелены. Примите полное исцеление в своем кишечнике. Будьте исцелены. Обещайте Богу прославлять его. Вы знаете, сейчас помазание действует, и наша задача – обещать Богу, что мы будем свидетельствовать, что мы будем прославлять его. Что мы не промолчим, мы расскажем всему миру. Всегда свидетельствуйте, всегда обещайте Богу. На это обещание приходит помазание. Прямо сейчас это помазание опускается. Есть женщина, у которой сильные головные боли. И прямо сейчас помазание коснулось вашей головы. Вы получили исцеление. Вы чувствуете, как елей прямо, как будто был вылет на вашу голову. И он стекает по вашей голове. Он стекает прямо на ваше тело. И есть женщина, у которой в левой груди прямо сейчас исцеление. Вы чувствуете, как этот елей стекает с головы. Он течет по вашему телу, исцеляя, исцеляя, исцеляя. Есть человек, у которого поджелудочная железа в этот момент. Вот прямо сейчас вы почувствовали, вы почувствовали прямо резкую боль. Прямо сейчас исцеление. Помазание проходит через ваши органы. Помазание проходит через ваши органы. Есть молодой парень, у которого проблема с легкими и с бронхами. Прямо сейчас помазание коснулось ваших легких бронхов. Аллилуйя, Аллилуйя, Дух Святой, Дух Святой, Дух Святой. Есть женщина, которая получает исцеление сейчас от астмы. Прямо сейчас будьте исцелены во имя Иисуса. Будьте полностью исцелены. Будьте полностью исцелены во имя Иисуса Христа. Выдохните полной грудью прямо сейчас. Выдохните полной грудью и выдохните. Прямо сейчас вы полностью освобождены от этого недуга. Дух Святой, спасибо тебе, друзья, помазание, 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 Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня, благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытия темницы. Прямо сейчас это происходит. Все узники, которые в темницах прямо сейчас, вы получаете освобождение. Темницы открыты, темницы открыты сейчас для вас. Помазание, друзья, открывает темницу. Возможно, вы были в этой темнице ограничений и пытались выбраться. Возможно, одно и то же происходило в вашей жизни много раз. Вы, может, хотели устроить свою личную жизнь, но у вас не получалось. Каждый раз доходит до какого-то момента, и потом все обрывается. Каждый раз заново и опять на этом моменте обрывается. Каждый раз и опять обрывается. Послушайте, это темница. Сейчас помазание. Вау, сила Божья. О, помазание пришло. Вау, такое помазание пришло сейчас. Вау, помазание, помазание, помазание. Помазание. Оно открывает двери. Оно открывает эти темницы. Помазание открывает темницу. И то, что ты делал, у тебя не получалось. С этого момента сделай это снова, и ты увидишь, как у тебя получится. Бог открыл перед тобой дверь, и никто не может затворить ее. Когда помазание открывает двери, никто не может затворить эти двери. Когда помазание открывает двери, никто не может затворить эти двери. Никакие демоны, никакие демоны, никакие люди. Только Бог великий, Он касается, открывает дверь. Он касается сейчас помазания. Оно приходит, чтобы открыть двери. Чтобы открыть двери. И кто-то поднимался финансово. И все время банкротство. Все время банкротство. Все время банкротство. И ты видишь, что за этим стоит дьявол. Дьявол убеждает тебя, что это ты не такой. Что это с тобой непорядок. Но на самом деле сейчас помазание освобождает тебя. Освобождает тебя от этого контроля. Ты был как будто на веревке привязанной. До определенного места ты доходишь к своей жизни. И потом как будто кто-то дергает за эту веревку. И срывает тебя назад. Ты опять идешь. Но как будто эта веревка это твой ограничитель. И кто-то контролировал. Сейчас помазание, послушайте. Оно освобождает вас от этих веревок. Оно освобождает вас от контроля дьявола. Вы должны знать, что помазание освобождает вас. Благодаря жертве Иисуса. Благодаря Христу распятому. Христу воскресшему. И вновь грядущему. Сегодня помазание действует. Освобождая пленных. Аллилуйя. О мой Бог, аллилуйя. 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 О мой Бог, аллилуйя. О, помазание открывает двери. Помазание открывает двери. Прямо сейчас. Помазание открывает двери. Я вижу сейчас, как дух немощи оставляет женщину. Дух немощи оставляет женщину. прямо сейчас от вас отошла темная сила прямо сейчас вы увидели как отошло от вас это и невероятное облегчение пришло сейчас это помазание которое освободило вас друзья когда помазание прикасается к человеку бесы моментально уходят болезни моментально уходят закрытые двери открываются сейчас помазание действует во время этой молитвы оно проникает туда где вы находитесь где бы вы не находились вы должны знать что прямо сейчас помазание там где вы дух святой он вездесущий он там где вы каждый раз когда я молюсь по милости божий дух святой движется в разных местах и уголках этой земли и исцеляет больных людей исцеляет от неизлечимых болезни бог приходит туда где человек уже бессилен иисус сейчас приходит туда к тебе где бессильные врачи где бессильны человеческие усилия ничего не дают этот мир уже ничего не может дать там где абсолютная безнадежность туда приходит иисус туда приходит святой дух помазание приходит туда и исцеляет 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 только ты знаете когда бог становится нашей силой когда мы признаем свое полное бессилие именно в этот момент бог становится нашей силой когда мы признаем полную несостоятельность именно в этот момент иисус становится нашей победой нашей силой когда мы признаем что мы абсолютно не мудры абсолютно обречены тогда иисус становится нашей мудростью прямо сейчас когда ты признаешь когда ты капитулируешь в этот момент бог становится твоей силой когда ты признаешь что все я исчерпал себя в этот момент бог приходит чтобы взять тебя однажды у одного человека спросили что такое спасение и он сказал выложил круг из горящих углей он выложил круг из горящих углей и в середину положил червяка этот червяк пополз в одну сторону там были горящие угли он пополз в другую сторону и там были горящие угли он пополз в третью сторону и там были горящие угли он пополз в четвертую сторону и там были горящие угли червяк так ползал и ползал а человек смотрел. В один момент червяк остановился. Он просто застыл. Человек поднял этого червяка и сказал, вот это называется спасение. Знаете, когда Бог приходит к нам, мы, бывает, идем в одну сторону и пытаемся вылечить свою болезнь, пытаемся что-то сделать, но у нас не получается. Мы пытаемся включить связи, у нас не получается. Мы пытаемся заработать деньги, у нас не получается. Мы пытаемся выстроить свою личную жизнь, и что-то не получается. Но когда мы останавливаемся и говорим, все, теперь только Бог меня спасет. Только Бог меня спасет. И в этот момент, когда ты замираешь, когда ты замираешь, приходит Дух Святой. И я говорю тебе, замри сейчас. Замри сейчас. Перестань человеческими усилиями пытаться изменить ситуацию. Ведь Бог, твоя сила, Христос воскрес, чтобы ты сегодня жил в победе, чтобы сегодня Его силой ты был наделен. Замри сейчас и прими исцеление. Прими исцеление прямо сейчас. Прими исцеление. Я разрушаю родовое проклятие преждевременной смерти во имя Иисуса Христа. Прямо сейчас. Я разрушаю родовое проклятие болезни именем Иисуса Халлилуйя, о драгоценный Дух Святой. От помазания распадется всякая ярма. От помазания распадается всякая ярма. От помазания сегодня распадается всякая ярма. Распадается всякая ярма. на больное место прямо сейчас. От помазания распадается всякое ярмо, от помазания распадается сейчас сила всякой болезни. Кровью Иисуса Христа, Сына Божьего, я разрушаю сейчас всякую болезнь и немощь. Во имя Иисуса возьмите в руки свой кошелек прямо сейчас. И я молюсь за ваши финансы прямо сейчас, Дух Святой. Сегодня пусть будет разрушено проклятие на финансах, пусть будет разрушено разбито сегодня всякое проклятие на финансах прямо сейчас. Дух Святой коснись, коснись каждого. Пусть на каждом будет это помазание, процветание. Я разрушаю родовое проклятие, финансовое, Прямо сейчас во имя Иисуса Родовое проклятие на деньгах Я разрушаю именем Иисуса Я повелеваю тебе, дьявол, убирайся вон Прямо сейчас, прямо сейчас Дух Святой, коснись, аллилуйя О, Дух Святой, коснись, аллилуйя Прикоснись с твоей силой Прикоснись, прикоснись О, мой Бог, аллилуйя Боже, аллилуйя Аллилуйя Кровью Иисуса Христа Есть кто-то, кто не мог принять прощение Прощение своих грехов Выходили в осуждение И в этот момент, прямо сейчас Вам просто необходимо Посмотреть на Аанса, распятого Посмотреть на Его пролитую кровь Потому что Его кровь Это совершенная жертва Это совершенная кровь Которая омывает нас от наших грехов Сегодня Дьявол пытается Накинуть на тебя сеть С чувством вины Накинуть на тебя сеть На твой разум, на твою душу Накинуть на твою жизнь С чувством осуждения Чтобы ты был парализован Чувство вины парализует тебя Чувство осуждения парализует тебя И послушай, прямо сейчас Ты должен знать Через кровь Иисуса Христа Ты имеешь прощение В крови Иисуса Христа Ты имеешь прощение Не дай дьяволу украсть у тебя то Что принадлежит только тебе В крови Иисуса Ты имеешь прощение В теле Иисуса распятом Ты имеешь исцеление Аллилуйя 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 Христос воскрес Аллилуйя Аллилуйя Исход 12 глава Вы знаете, Пасха Что такое Пасха? Это слово переводится Избавление Или пройти мимо Послушайте Когда евреи делали пас Для нас это невероятный урок В 12 главе Исхода В 22 стихе говорится Помазание продолжает действовать, друзья Когда я проповедую Я в молитвенном состоянии Я знаю, что Дух Святой Касается сейчас многих людей Исцеляя кости Исцеляя от рака Исцеляя от хронических заболеваний От неизлечимых заболеваний И мы говорим о том Который избавил нас Об Иисусе 22 стих 12 главы Исхода И возьмите пучок из сопа И обмочите в кровь Которая в сосуде И помажьте перекладину И оба косяка дверей Кровью Которая в сосуде А вы никто не выходите За двери дома своего до утра И пойдет Господь поражать Египет И увидит кровь На перекладине И на обоих косяках И пройдет Господь мимо дверей И не попустит губителю И не попустит губителю Войти в домы ваши Для поражения О мой Бог Ханалюя Посмотрите, что сделали евреи Им Бог сказал Возьмите и помажьте Кровью косяки дверей Вы знаете, косяки дверей Это все был прообраз того, что будет с нами Ветхий Завет Это прообраз Того настоящего Тень того настоящего В котором живем мы И вот теперь посмотрите Что происходит Косяки дверей Пучок из сопа Нужно было взять пучок из сопа И обмакнуть его в кровь И помазать косяки дверей Когда ангел-губитель Он шел по Египту Он видел на дверях кровь И он проходил мимо Там, где была кровь Там не было смерти Но там, где не было крови Во всем Египте Все первенцы умирали От скота до человека Сегодня Сегодня, послушайте Люди погибают По одной причине Потому что Они не помазали Косяки своего сердца Кровью Иисуса Христа И вы зададите вопрос Как я могу помазать Как я могу помазать свою жизнь Как я могу помазать свою душу Как я могу помазать свое сердце Косяки своего сердца Кровью Иисуса Христа Как я могу перенести эту кровь С креста Голговского На свое сердце Как я могу перенести ее с того распятия перенести ее сюда через две тысячи лет в мою жизнь друзья пучок иссопа это есть секрет пучок иссопа это наше исповедание это наш язык пучок иссопа это наш язык и мы должны взять и начать говорить исповедовать что кровью иисуса христа мы прощены скажи это со мной кровью иисуса я прощен мы должны начать исповедовать что кровью иисуса мы спасены кровью иисуса мы избавлены кровью иисуса мы исцелены кровью иисуса христа мы освобождены когда ты начинаешь исповедовать исповедовать победу во Христе Иисусе. Когда ты начинаешь говорить, твой пучок из сопа – это твой язык, это твои уста, и ты макаешь их в кровь, ты макаешь их буквально, ты говоришь, я сейчас верю в кровь Иисуса Христа, Сына Божьего. И таким образом ты помазываешь свою жизнь, ты помазываешь косяки своего сердца, кровью Иисуса, и никакой дьявол не может уже тебя погубить. Никто не может тебя коснуться. Бог смотрит на тебя. Послушайте, когда Бог видит нас, как мы исповедуем кровь Его Сына, Он обращает на нас всю свою милость, Он обращает на нас всю свою любовь, Он обращает на нас все свое исцеление, Он обращает на нас все свое благословение, Он обращает на нас всю свободу, Он обращает на нас жизнь, вместо смерти он обращает на нас свет вместо тьмы он обращает на нас благословение вместо проклятия он обращает на нас все новое то что приходит с неба потому что его сын иисус пролил свою кровь за каждого из нас это исповедание в наших устах является свидетельством что мы приняли кровь мы приняли кровь скажи я принимаю кровь иисуса христа как спасительную жертву как того который умер за меня я принимаю кровь иисуса христа поэтому я спасен я принимаю кровь иисуса христа скажи это поэтому я исцелен я принимаю кровь иисуса христа поэтому я благословен я благословен во Иисусе. Я благословен во Христе Иисусе. Аллилуйя. Я благословен во Христе Иисусе. О мой Бог. Прямо сейчас, Боже, коснись Твоим помазанием. Коснись пусть прямо сейчас. Каждые уста будут погружены в это исповедание. Каждый пучок исцопа, каждый язык будет сейчас погружен в кровь. Прямо сейчас пусть каждый исповедует кровь Иисуса Христа. И дьявол будет поражен во имя Иисуса. Посмотрите, что говорит Писание. 12 глава Откровения. 11 стих. Они победили Его, то есть дьявола. Они, это народ Божий. Они победили Его кровью Агнца и словом свидетельства своего. И не возлюбили души своей даже до смерти. Посмотрите, они победили Его кровью Агнца. Подумайте об этом. Именно кровью Иисуса Христа мы побеждаем дьявола. Кровью Иисуса Христа мы побеждаем болезнь. Кровью Иисуса Христа мы побеждаем депрессию. Сейчас, если у тебя депрессия, возьми сейчас и измени свои мысли с негативных на позитивные. Начни верить в кровь Иисуса. Начни сейчас говорить кровью Иисуса Христа. Я освобожден от этого демона депрессии. Кровью Иисуса Христа я прямо сейчас исцелен от своей болезни. Посмотрите, они победили дьявола ничем иным, как кровью Иисуса Христа. И дальше говорится словом свидетельства своего. То есть, когда я свидетельствую о крови Иисуса, что кровью Иисуса я освобожден. Сейчас, когда ты исповедуешь это в духовный мир, когда ты исповедуешь это всему миру, ты побеждаешь дьявола. Я вам скажу, в моей жизни я пережил борьбу. Я пережил невероятную борьбу. Я пытался своими силами, своей праведностью достигнуть Бога. Я не был тогда еще пастором. И я помню эту борьбу. Вы знаете, я так сильно боролся. Я помню, как я заболел. Я очень сильно болел. Я кашлял. И я помню, три месяца этот кашель не отходил. У меня слезла кожа от компрессов. У меня болел живот. Я уже не мог кашлять. И вся причина была в том, что я не принимал, что кровью Иисуса Христа я прощен. Я говорил, нет, Бог не может меня простить. Я грешник. Бог не может такого, как я, принять. Я не имею права называться верующим. И вы знаете, я приходил на братский совет и требовал, чтобы меня взяли на замечание, чтобы меня отлучили от церкви. Слава Богу, за моего пастора он говорил, нет, ты просто проходишь что-то перед служением. Пришел момент, когда я был дома, и я читал галатам. И там сказано, вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати. И Бог мне проговорил через этот стих. Если ты хоть копейку хочешь дать за дар, ты остаешься без дара. И я помню, я взмолился, я сказал, Боже, что же мне делать? И Бог сказал, благодари. Принимай и благодари. Сегодня мы ничего не можем добавить к жертве Иисуса. Слышишь? Ничего. Мы можем только принять то, что Он сделал. Прямо сейчас я молюсь за тебя, чтобы сегодня прощение, оно просто прошло через твой дух. Прощение прошло через твою душу, чтобы ты был прощенным после этого собрания. Чтобы ты был прощенным и ходил в радости прощения в отношениях с Богом. Прямо сейчас, Дух Святой, коснись, коснись. От помазания пусть распадется. Всякая ярмония прощения от помазания пусть прямо сейчас распадется. Контроль вины, осуждения пусть будет разрушен. Помазание Святого Духа сегодня движется благодаря крови Иисуса. И мы сегодня погружаем свои уста и исповедуем кровь Анца. Скажи со мной, я имею прощение. Я имею прощение. Я прощен на все сто процентов. Я прощен, потому что Иисус занял мое место. Я прощен. Я прощен. С этого момента я новое творение во Христе Иисусе. Я умоляю, примите сейчас эту истину. Скажи со мной, я новое творение во Христе Иисусе. Я новое творение во Христе Иисусе. Я сотворен моим Господом. Я поклоняюсь тебе, Господь, за прощением. Всегда следует исцеление, друзья. Когда ты принимаешь прощение в крови Иисуса, за Ним следует исцеление. Поэтому Иисус говорил, прощаются тебе грехи твои, встань и ходи. И сейчас я тебе говорю, прощаются тебе грехи твои. Встань и ходи. Проверяй себя. Там, где была болезнь, ее нет. Там, где была немощь, ее нет. Ты исцелен. Я говорю это в твою жизнь. Прямо сейчас. И помазание Святого Духа подтверждает это прямо сейчас. Дух Святой, коснись. Коснись, коснись. Аллилуйя. Аллилуйя. Амин. 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 Христос воскрес. Христос воскрес. Христос воскрес. Я вас благословляю, драгоценные. У нас сегодня потрясающее служение. Потрясающее. И сейчас я вас приветствую с острова Траманган. Это между Австралией и Индонезией. И здесь так жарко. Но мы с вами. И мы любим вас. И сегодня еще будет молитва Виктории. И я верю, что сегодня Бог в этот день, в этот праздник Пасхи, Он освободит всех пленных. Он исцелит всех больных. И Он уже действует могущественно. Я благословляю вас. Аллилуйя. Амин. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано «Проклят всяк, висящий на древе». Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Субтитры создавал DimaTorzok